Пожалуй, каждый в детстве верил в волшебство и принимал фокусы в цирке или на уличных представлениях за чистую монету. По мере взросления доля скептицизма становилась все больше, и трюки уже не казались чем-то сверхъестественным. Однако, согласитесь, всегда было любопытно, как же так удалось магу провернуть такое. Так или иначе, тайна великих фокусов, которые вы видите на сцене или на экране, заключается в ловкости рук, психологических трюках, технологических уловках, отвлекающих факторов и огромное количество тренировок и практики. Сегодня мы раскроем вам секреты самых популярных фокусов и расскажем, как был сделан каждый из них. Монета из-под кожи Иллюзионист по имени Крис Энджел попросил девушку с улицы подписать своими инициалами монету, и после проглотил ее. Во время трюка фокусник поясняет, что монета проходит сквозь тело и оказывается под кожей на руке. Крис разрезает кожу и достает монету с этими же инициалами. Разгадка данного трюка заключается в монете. Обратите внимание на подпись в начале фокуса и в конце, они немного отличаются. Отсюда вывод, что это разные монеты. Первая съедобная, такие продаются в магических лавках. Выходит, что девушка-зритель подставная, а вторая монета заранее была помещена под рукав из латекса, который фокусник и разрезал в конце трюка. А теперь перейдем к разгадке данного трюка, ведь в действительности не могут же люди летать. В одной из самых простых версий трюка нет никаких платформ, а только два стула и доска, лежащая между ними. Девушка ложится на нее, а после стулья убираются, и она оказывается в воздухе. И также происходит проверка обручем, но давайте заглянем под это покрывало, чтобы все-таки понять, как фокусник смог это провернуть. Все достаточно просто, прочный штырь, на который крепится эта доска. Выходит, что стулья тут просто для обмана зрителей. Вся конструкция держится и без них. А поднимается доска при помощи специального механизма, который активируется кнопкой. Также работают любые другие передвижения во время полета, ведь девушка не улетает в сторону или в зрительский зал. На протяжении всего трюка она рядом с иллюзионистом. Конечно, никто из зрителей не увидит штырь, потому что его надежно скрывает сам фокусник. А как же обруч, спросите вы? Если приглядеться, то видно, как фокусник проводит обручем по определенной траектории. Но этого достаточно, чтобы создать нужное впечатление у зрителя. Скорее всего, подобные механизмы и приспособления используются в большинстве трюков с левитацией. А вот для иллюзионистов, как кажется, ничего подобного не требуется. Хоть и иногда они не сами отрываются от земли, а заставляют сделать это своих ассистентов. И трюк с парением в воздухе делают уже не один десяток лет. Наверное, этот трюк один из самых старых. В мире фокусников его можно назвать классикой. А теперь давайте раскроем этот классический трюк. Итак, фокусник вводит в гипноз ассистентку и кладет ее на специальную платформу. Включает вентилятор, загадочно двигает руками, и мы видим, как девушка медленно поднимается в воздух. И она даже не падает, когда убирают из-под нее платформу. Более того, даже облетает волшебника по кругу. И всем уже известная проверка с обручем, чтобы показать зрителю, что нет никаких невидимых веревочек, удерживающих девушку в воздухе. Это исполнение трюка с левитацией, наверное, одно из самых удачных, так как смогли по-настоящему удивить всех зрителей и жюри этого шоу. Трюк с подписанной картой Это один из самых популярных трюков уличных иллюзионистов. Фокусник дает зрителя карту, чтобы тот ее подписал, разрывает на четыре части, а после восстанавливает эту самую подписанную карту прямо на глазах у восхищенной публики. Наверняка подобный трюк вы уже неоднократно видели по телевизору или в интернете. Давайте не будем тянуть и расскажем, как это делается. Как и ожидалось, это достаточно просто. Фокусник заранее прячет сложенную в четверо карту, подменяет ее на зрительскую и рвет ее на части. В это время подписанная карта остается целой. Таким нехитрым способом уличные маги неплохо впечатляют зрителей. Случайный снеговик Вновь нашему вниманию трюк с шоу талантов, только на этот раз прямиком из Америки. Иллюзионист смог удивить зрителей и судей, доказав, что умеет читать их мысли. Инвентарь до трюка достаточно прост. Это альбом, фломастер и ножницы. Сейчас мы расскажем вам, как ему это удалось. Волшебник демонстрирует публике альбом, листы которого разделены на три части. На каждой из них нарисована одна часть снеговика и каждая из них абсолютно разная. Поочередно он подходит к каждому из членов жюри и просит открыть любую страницу. По итогу должно получиться случайное изображение снеговика, которое нельзя было предсказать иллюзионисту. Но, оказывается, именно такой снеговик был заранее спрятан в его ящике. Более того, у каждого из зрителей оказалось изображение точно такого же снеговика. Как вы думаете, удалось ли магу действительно прочитать мысли жюри? Конечно же нет. Секрет всего трюка кроется в альбоме. Части его страниц разные. Одни более длинные, а другие короткие. На коротких разные части снеговика, а на длинных одинаковые. Публики иллюзионист демонстрируют короткие страницы, но неподготовленный человек откроет те, которые больше выступают. Это и есть секрет всего фокуса. Острые иглы изо рта. Следующий фокус не для слабонервных. Перед началом трюка иллюзионист просит зрителя внимательно осмотреть его рот на наличие посторонних предметов. Нам показывают яблоко, в которое воткнуто 100 иголок и нить длиною в несколько метров. Иллюзионист глотает эти иглы, запивая их водой, и через несколько секунд он достает их изо рта, нанизанной на нить. Выглядит это все просто невероятно, но на самом деле все предельно просто. Перед началом выступления иллюзионист кладет между щекой и зубами маленький кусочек плотного картона, на который, в свою очередь, намотана цепочка из иголок, нанизанных на нить. Отделены друг от друга они маленькими узелками. Когда он глотал иголки, запивая водой, это обман. На самом деле иллюзионист выплевывал их в стакан, а изо рта вытягивал уже готовую ленту из игол. Мгновенное переодевание. Следующий трюк вновь был показан на британском шоу талантов, продемонстрировала который очаровательная Жозефина Ли. Она сумела не только сорвать бурю аплодисментов у публики, но и доказала, что при желании девушки способны переодеться в одно мгновение и в любых условиях. В данном выступлении иллюзионистка совместила два трюка – освобождение атаков и мгновенное переодевание, чем привела публику в восторг. Но как это удалось ей сделать, сейчас все расскажем. Столб самый настоящий, цепи тоже настоящие и, конечно, Жозефина абсолютно настоящая. А самая главная тайна кроется прямо перед носом у зрителя, на которую не обращает никто внимания. Цепи, которые обвиты вокруг иллюзионистки, прикреплены к болту, и, конечно, надежность крепления этих болтов никак не продемонстрирована. Разгадка заключается в том, что болт можно легко вытащить, и благодаря этому Жозефина быстро меняется местами со своим ассистентом. А что касается красного платья, оно с самого начала было на ней, оставалось лишь сбросить черное. Фокус с одеялом Данный фокус шокировал судей на одном из иностранных шоу-талантов. Магус Утопия – так зовут иллюзиониста, который показал данный трюк. Прямо на сцене он улегся спать, а после вместо него из-под одеяла появилась девушка с достаточно впечатляющей внешностью. Спустя несколько секунд во время отвлекающих танцев на сцене сам Магус появился из облака искр и дыма. И стоит заметить, что он уже был одет совсем по-другому. Затем иллюзиониста засунули в железную клетку, которую обмотали пленкой и подняли в воздух. После проткнули несколько раз и подожгли. И в итоге нам показывают фокусника, который проснулся в собственной кровати и обыгралось все так, как будто это был просто страшный сон. Данный трюк впечатляет даже при просмотре с экрана монитора. Интересно, как это удалось Магусу? Давайте разберем этот фокус поэтапно. Если внимательно посмотреть запись с десяток раз, то можно и самостоятельно разгадать эти магические перемещения. Один из главных секретов этого трюка спрятан в кровати. Если обратить внимание, то видно, что волшебник лежит на левой половине кровати, а в это время правая часть абсолютно пустая. Также заметьте, что в определенный момент один из ассистентов иллюзиониста пугает ведущих. Он перенимает их внимание на себя, и в эту секунду ассистентка волшебника выбирается из секретного углубления. Ее можно заметить даже когда она прячется под одеялом вместе с Магусом, а после они очень быстро меняются местами. И сам фокусник находится внутри кровати, которую быстро откатывают в сторону, чтобы он мог перепрятаться в другом углублении. На этот раз в платформе, чтобы появиться перед аудиторией в нужный момент. Эта желтая рубашка была все время на иллюзионисте. Это видно на первых кадрах, как она торчит из-под пижамы. В следующей части фокуса тоже участвуют секретные люки. Сначала Магус при помощи их выбирается из клетки, а затем вновь залезает в кровать. И все эти действия происходят очень быстро и совсем незаметно, так как часть внимания забирают на себя ассистенты, которые все время танцуют. Исчезновение слона Этот трюк был исполнен знаменитым Гарри Гудини всего один раз за всю его карьеру. Произошло это в Нью-Йорке, в театре, на самой большой на то время сцене в мире. Гудини завел слона в большой ящик, и буквально через секунду животное исчезает. Так же и исчезает разгадка трюка. Тот самый ящик, куда Гудини заводил слона, был утерян. А поскольку трюк был показан один раз, то, соответственно, секрет того, как этот трюк был сделан, знал совсем узкий круг самых надежных людей. Ну а сейчас эта тайна доступна и вам. А провернул Гудини данный фокус следующим образом. Ящик представлял собой обычный каркас, похожий на клетку. В его передней части был спрятан рулон ткани, точно такой же, из которой был шит и занавес на сцене. В определенный момент Гудини производил выстрел из пистолета в воздух. И в тот момент, когда зритель на мгновение пугался и зажмуривался от страха, он быстро опускал маскирующее полотнище, которое скрывало слона, и заставляло поверить всех в то, что слон исчез на самом деле. Таким образом, создавалась иллюзия исчезновения животного, которое на самом деле находилось на том же самом месте. Но зрители видели совсем другую картину, и им этого было достаточно, чтобы запомнить данный фокус на всю оставшуюся жизнь. Обессиливание взглядом Иллюзионист из Великобритании по имени Динамо неоднократно удивлял зрителей своими трюками. Но фокус, который мы разберем сейчас, под силу повторить каждому из нас. Данный трюк иллюзионист демонстрирует знаменитому боксеру Дэвиду Хэя. Динамо попросил, чтобы боксер приподнял его, и, конечно, он с легкостью это сделал. Затем иллюзионист просит посмотреть ему в глаза, после Дэвид Хая уже совсем не может поднять оппонента. Боксер удивлен не меньше зрителей. В чем секрет? В магии? В гипнозе? Но в действительности этот трюк оказывается гораздо проще, чем мы думаем. Обратите внимание, что каждый раз иллюзионист держит Хэя за локти. Но при второй попытке Динамо начинает немного сдавливать их. Нажатие на эту область блокирует нервы, и мозг боксера больше не способен управлять собственными мышцами. Знание такого трюка может помочь вам удивить любого крупного парня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова